Привет, дорогие друзья! В этом видеоролике с вами поговорим о законодательной инициативе нашего президента, которая уже попала в нашу с вами Верховную Раду, согласно которой хотят продлить всеобщую мобилизацию, также хотят продлить военное положение. Будем в этом видеоролике разбираться, что от этого для нас с вами поменяется. Но, друзья, прежде чем начать моё повествование, хочу вас пригласить ко мне на мой телеграм-канал. Я знаю, что YouTube не всегда присылает уведомления о моих новых видеороликах. Для этого я создал телеграм-канал. Все мои видеоролики выходят также на телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылочка в описании, будем оставаться с вами на связи. Ну что, друзья, с частью рекламы телеграм-канала закончили. Давайте перейдём, разберёмся, что там такого подавал наш президент и чем это, естественно, нам с вами грозит. Проект закону про затверджение указа президента Украины про продолжение строку дии военного стану в Украине. 8189 від 08.12.2022. Инициатор Бачите Залецкий Володимир Александрович. Это означает, что военное положение хотят продлить на 90 дней. До 19 февраля 2023 года. То есть, аж в 2023 году, возможно, это всё закончится. Конечно, будем с вами верить и надеяться, что, возможно, это всё закончилось бы раньше. И мы всё равно, друзья, я думаю, с вами должны верить в лучшее. Но, несмотря на это, также была и вторая законодательная инициатива от нашего президента. Проект закону про затверджение указа президента Украины про продолжение строку проведения загальной мобилизации. 8199 від 08.12.2022 года. Теж инициатор Зеленский Володимир Александрович. Как вы видите, два проекта закону от нашего президента. Уже я сказал, что 90 дней будет продлина военное положение. Также будет продлена всеобщая мобилизация. Это означает на практике то, что, в принципе, будет происходить то, что и происходило. Будут проводить мобилизацию. Понятно, что глобальной всеобщей мобилизации не будет. Я уже в одном видеоролике об этом рассказывал. Что будет на практике? Будет какая-то выборочная работа. Будут призывать тех людей, те специальности, которые на сегодняшний день будут необходимы в вооруженных силах Украины. Также понятно, что сохранятся все те ограничения, которые связаны с введением военного положения на территорию Украины. Те же блокпосты, проверки документов, комендантский час и наше с вами любимое ограничение по поводу запрета мужчинам на выезд за территорию Украины. Естественно, за исключением некоторых тех самых случаев, когда там кого-то выпускают. То есть, по большому счету, ничего для нас с вами не изменится. Конечно, друзья, я вспоминаю 24 февраля и те прогнозы, которые я давал за пару дней буквально до полномасштабной военной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, я говорил, что ничего не будет. К моему огромному сожалению и, я думаю, к сожалению всех моих зрителей, так какое не произошло. Я ошибся, к сожалению, и многие тоже ошиблись. Потому что до конца, честно, не хотелось верить в то, что такое возможно, что Российская Федерация возьмет и нападет вот так вот полномасштабно, варварски, без объявления войны, без каких-то вообще на то разумных оснований. И на соседнее государство, просто желая, скажем так, оторвать этот участок земли, эту территорию, для того, чтобы там ее использовать, наверное, в каких-то своих непонятных или понятных только их вот этому пристарелому руководству целях. Но это, как говорится, так сказать, лирика, дорогие друзья, и мои эмоции. Хочу заметить то, что, в принципе, ничего для нас с вами, с этими всеми продлениями не поменяется. Никаких новых ограничений не планируется. На этом, друзья, закончили мое повествование. Всем, естественно, всего самого наилучшего. Конечно, скорейшей нам победы и мирного неба над головой. Все. Пока-пока-пока.